Продолжительность жизни Продолжительность жизни Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Он принял госпиталь еще на этапе строительства и превратил в одно из самых современных медицинских учреждений Департамента здравоохранения города Москвы. За 25 лет в госпитале произошли существенные изменения. И не только в плане оснащения госпиталя, но и в плане состава больных. Если в 1990 году инвалидов войны было 30%, 45% было участников войны и только 5% приравненных к ним, то сегодня эта ситуация изменилась. Сегодня всего лишь 5% это инвалиды Великой Отечественной войны, где-то 12% участников Великой Отечественной войны, и 55-57% это приравненные к инвалидам Великой Отечественной войны. По гендерному типу тоже произошли серьезные изменения. Если раньше 35% всего лишь составляли женщины, а 65% мужчины, то сегодня все поменялось наоборот. Сегодня женщин 65-66%, а мужчин 34-35%. Это все объяснимо, все понятно. В связи с этим, естественно, было принято решение об изменении коечного фонда. И если в 1990 году у нас было 1200 коек, то сегодня, с декабря 2014 года, в госпитале 805 коек. При этом количество клинических отделений и всех пароклинических отделений не изменилось. Все осталось так же. Госпиталь ветеранов-воин номер 2 начал свое существование с решения правительства Москвы в 1986 году, когда больница для министерств и ведомств, которая строилась в Кузьминках, была передана под госпиталь для ветеранов-воин. Однако до 1988 года практически строительство не велось. И в 1988 году вновь было решение правительства об активизации строительства госпиталя. И был назначен главный врач, который должен был следить за качеством строительства, за темпами строительства, заказывать необходимое оборудование, инструменты, средства ухода за больными, утвердить коечный фонд штатное расписание и, кроме того, внести существенные изменения в проект, который абсолютно не был рассчитан для ветеранов-воин, особенно для маломобильных граждан. Социальная направленность госпиталя остается такой же, какой она всегда была. И это чрезвычайно важно, потому что госпиталь в значительной степени отличается от обычных больниц и несет на себе совершенно другие функции. Внесено было более 50 предложений, которые были приняты, и в результате из этого учреждения получился госпиталь действительно для ветеранов-воин, которым было уже доступно любое помещение госпиталя. 23 января 1990 года госпиталь принял первых пациентов. Этот день считается днем рождения госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны, который потом был переименован в госпиталь для ветеранов-воин номер 2 Департамента здравоохранения города Москвы. За последние два года значительно изменилась материально-техническая база госпиталя. Благодаря правительству Москвы, благодаря заботам Сергея Семеновича Собянина, Департамента здравоохранения города Москвы, госпиталь оснащен современным оборудованием. Появилась новая техника. МРТ, КТ, ультразвуковые установки, лабораторные приборы, радиоизотопные аппараты, рентгеновские аппараты. Одним словом, сегодня мы имеем совершенно другой уровень для обследования и лечения наших пациентов. В настоящее время в госпитале работает 219 врачей и 594 медицинских сестры. 58% врачей имеют высшую квалификационную категорию и 57% медицинских сестер имеют также высшую квалификационную категорию. В госпитале работает 6 докторов медицинских наук и 39 кандидатов медицинских наук. 5 врачей награждены, имеют звание заслуженный врач Российской Федерации и 12 врачей имеют звание отличник здравоохранения. Я должен сказать, что в госпитале ведется большая научная работа. На базе госпиталя работают 6 кафедр практически всех московских вузов, которые оказывают очень серьезную помощь в практической работе, в организации обучения наших врачей и в проведении различных конференций, симпозиумов. В госпитале за 25 лет выпущено 4 сборника научно-практических работ. Вот один из этих сборников я могу вам продемонстрировать. Это последний сборник, который посвящен диагностике, лечению и реабилитации больных в геронтологической клинике. Практически во всех отделениях госпиталей ежегодно проводится косметический ремонт, меняются коммуникации, электропроводка, системы противопожарной безопасности, окна, двери и так далее. В 2010 году на территории госпиталя были проведены капитальные работы по оформлению садово-паркового хозяйства и дорожно-тропиночного покрытия. Были созданы все необходимые условия для передвижения и доступности маломобильных и слабовидящих групп пациентов. В парковой зоне пациенты могут заняться гимнастикой с использованием различных тренажеров, а также отдохнуть на многочисленных лавочках и в беседках. ГОСПИТАЛЬ Необходимо отметить, что госпиталь для ветеранов-воин с одной стороны работает как плановый клинический стационар и занимается лечением различной соматической и психической патологии у геронтологических больных, а с другой стороны имеет значительное отличие от общесоматических больниц, которые заключаются в том, что в госпитале два-три раза в месяц для пациентов проводятся концерты как силами самодеятельных коллективов, так и силами профессиональных артистов. Подобная практика является продолжением традиции выступления в госпиталях артистов в период Великой Отечественной войны. И тогда, и сейчас эти выступления в значительной степени поднимают дух ветеранов и создают у них благоприятный фон для выздоровления и борьбы с недугами. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 2005 году на территории госпиталя в честь 60-летия Победы открыт памятный знак «Медикам, павшим за Родину». Ежегодно, накануне 9 мая, у этого знака проходит митинг медиков Юго-Восточного административного округа, который организует администрация госпиталя и профсоюзный комитет медицинских работников Юго-Восточного административного округа. В 2003 году в госпитале открыт домовый храм, посвященный Георгию Победоносцу. Он открыт три раза в неделю и его с большим удовольствием посещают больные, которые находятся на лечении в госпитале. В заключении я хотел бы сказать, что несмотря ни на какие реформы, я думаю, что госпиталь будет существовать как геронтологическое учреждение, как серьезная помощь, поддержка для лечения ветеранов, пожилых и старых людей. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова